Приветствую вас! Это новая неделя и с вами вновь токовые новости и я, Марика Габелия. Вы увидите интересные новости за неделю. Вы узнаете о том, сколько россиян остаются в Грузии, о том, что на востоке Польши упала ракета, о том, за сколько миллионов долларов был продан мяч марадоны и многое другое. Также в конце мы покажем вам интервью, которое мы взяли у Георгия Беркадзе, украинец грузинского происхождения, эксперт по экономическим и политическим вопросам, патриот, волонтер, предприниматель в Украине. Около 100 тысяч человек, прибывших из России, остаются в Грузии. Об этом президент Салумен Срабишвили заявил в интервью радиостанции Франц Интер. По информации Сивил Джорджия, более 600 человек уехали в разные страны, а здесь осталось около 100 тысяч, заявила Срабишвили. Она также добавила, что по ее данным, границу Грузии пересекли более 700 тысяч граждан разных стран. ООН призвала взыскать с России репарации в Украине. Грузия поддержала документ. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую привлечь Россию к финансовой ответственности за вторжение в Украину. Авторы документа предлагают членам ООН признать, что Российская Федерация должна быть привлечена к ответственности за любые нарушения международного права, а также возместить ущерб, нанесенный Украине. В документе предусматривается создание международного механизма, а также рекомендуется учредить международный реестр для регистрации задокументированных доказательств ущерба, потерь или вреда. Резолюцию поддержали 93 страны, в том числе США и все страны ЕС. 13 проголосовали против, в том числе Россия и Китай. Еще 74, в том числе Бразилия, Индия, Сербия, Казахстан воздержались. Во вторник вечера в поселке Пшеводов на востоке Польши возле границы с Украиной упала ракета, в результате чего погибли два человека. 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может со стопроцентной ответственностью, уверенностью сказать, какая ракета упала на территорию Польши. Ранее он возлагал ответственность за инцидент с падением ракеты в Польше на Россию, которая весь день обстреливала территорию Украины. Джо Байден тоже сделал комментарий после встречи с союзниками и заявил, что ракета, которая упала на территорию Польши, маловероятно была запущена из России. Газета The Washington Post сообщила со ссылкой на анонимный источник в американской разведке, что взрывы в Польше произошли из-за падения одной или двух ракет С-300 украинских ПВО, которые сбились с курса. По словам собеседников агентства Associated Press, украинские военные, вероятно, выпустили ее по приближающейся российской ракете во время массированной атаки на объекты энергетической инфраструктуры, которая произошла накануне. Международное сообщество винит Россию, развязавшую войну в произошедшем. Министр обороны Азербайджанской республики генерал-полковник Закир Кассанов 14 ноября находился с визитом в Тбилиси. По сообщению пресс-службы аппарата правительства Грузии, на встрече с премьер-министром Гарибашвили стороны обсудили вопросы стратегического партнерства двух стран и повестку будущего сотрудничества. Стороны подчеркнули важность обеспечения мира и стабильности для получения народа и развития региона, в ходе которого Ираклий Гарибашвили еще раз отметил, что Грузия готова в будущем всеми возможными способами содействовать диалогу между двумя соседними странами. Сайт телеканала НТВ выдал за серьезную новость саркастическую шутку голливудского актера Джима Керри о запрете на въезд в Россию. На это обратило внимание издание The Insider. Среду Керри разместил на своей странице в сутсетях комментарий, в котором он ответил на пост 83-летней канадской писательницы Маргарет Эдвуд, тоже попавшей под российские санкции. Она написала, что «Черт, мы с Джимом Керри планировали небольшой озорной выходной в Москве. Видимо, вместо этого придется ехать в Киев». В ответ голливудский актер написал буквально следующее. «Да, Маргарет Эдвуд, боюсь, худшее уже случилось. Нам запретили въезд в Россию. Но проблемы канадцев не имеют никакого значения в этом безумном мире. У нас всегда будет Париж. Я с тобой, малыш». НТВ же в заметке под заголовком «Джим Керри отреагировал на российские санкции» процитировала пост актера, не полностью убрав как упоминание Маргарет Эдвуд, так и саркастическое окончание. По информации BBC, футбольный мяч, которым аргентистский футболист забил два гола в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года в матче против Англии, продан на аукционе за 2 миллиона фунтов. Это 2,5 миллиона долларов. Вспомнил, что первый гол, забитый в матче между сборной Англии и Аргентины, стал одним из самых знаменитых в истории. Британский аукционный дом Грэйхэм Ватт продавал мяч, который находился на поле в течение всего этого матча. Таким образом, его новый обладатель смог в определенной степени приобщиться сразу к двум знаменитым голам Марадоны. Ну а сейчас вы увидите интервью прямо из Киева. Давайте опять вернемся к отношениям грузино-украинских. Не считаете ли вы, где-то 2-3 месяца тому назад, был такой факт, когда с украинской стороны сказали, что Грузия помогает провозить запрещенный груз в Россию, запрещенную технику и так далее. И грузинская сторона в это время сказала, что давайте докажите, и мы будем это расследовать. Был такой случай, украинская сторона не дала эти доказательства. Ну ясно, если это такое доказательство от разведки, можно его и не давать, и не раскладываться. Раскладываться не надо. И можно это просто, ну как бы, нельзя доказать просто, потому что стаж тогда источник. Да, вроде чего, вроде как. И вот не считаете ли вы, что вот такие реплики с обеих сторон как-то мешают, если нет доказательств, если нет чего-то? Вот как-то это задевает и грузинское правительство, и потом грузинское правительство начинает задевать украинское правительство. Да, вы знаете, дело в том, что я сейчас не могу говорить, какие есть доказательства у правительства, я не являюсь чиновником, но я думаю, что однозначно эти обвинения, они не беспричинны. Ну, давайте объективно. Ну, вы помните прекрасно одно время, когда Россия обвиняла Грузию в помощь чеченцам и поставляя туда оружие. Вы помните, да? Да, помню. Да, и как они рассказывали, что вот мы вооружаем Кавказское ущелье. Панкийское ущелье, да. Ой, Панкийское ущелье, извините, да. Панкийское ущелье и так далее и тому подобное. Где я вообще считаю, что страна Ячкерия, она заслужила точно быть независимой. Да, и мне кажется, что если сегодня мы говорим те доказательства, которые предъявляют Украина Грузии, то я считаю, что первый это мы говорим с вами о товарообороте, который она выросла несколько раз. Вот, например, между Турцией и Россией выросла на 98%, почти на 200% товарооборот. Вы представляете, да, какие цены? Поэтому, ну, скажите мне, пожалуйста, что мешает? Ну, вот давайте, вот мы с вами там два человека, которые просто. Что мешает везти машинами зерно, машинами алкогол, спирт или танки? Ну, вот вы можете мне сказать, ну, какая между этим разница? Мы с вами прекрасно знаем, что Россия, когда вторглась в Донбасс, они возили всю военную технику под гуманитарные грузы. Я помню эти машины, они выглядели в белом цветом покрашены. Поэтому, ну, я, у меня нет таких доказательств. Я думаю, что придет время. Есть супердержава Соединенные Штаты Америки. Я думаю, что они точно знают, что возили, когда возили. И думаю, что эти доказательства обязательно будут представлены. Но, также хочу добавить, что грузинская власть должны были первыми прийти на помощь власть украинцам, когда вторглась Российская Федерация, и стать рядом. Как это когда-то сделал Юшенко. Ну, хотя они говорят, что мы были одним из первых, который отправил гуманитарную помощь. Слушайте, смотрите, нет, я не знаю, может быть, действительно это так. Я хочу спасибо огромное, кто бы нам не помогал. Но, вы знаете, нельзя одной рукой резать, а другой рукой гладить по голове. Там, да, позиция должна быть. Нам не нужна такая гуманитарная помощь, когда Российская Федерация зарабатывает миллиарды долларов через Грузию. Да, хочу вам сказать. Уже 2 миллиарда оборотов между Грузией и Россией 2 миллиарда. 2 миллиарда. Между Турцией и Россией, по-моему, если не ошибаюсь, 47 миллиардов. И эти цифры, они растут ежемесячно. Поэтому мой ответ, считаю, что была ли возможность перевести этот груз, где была предъява, то я думаю, что это возможно. Вот мы затронули и политические, и экономические вопросы. Грузия всегда считалась, было одной из ведущих стран в восточном партнерстве Евросоюза, который очень хорошо все выполнял, все реформы шли и так далее. Но оказалось, что под конец приняли Украину и Молдову как бы под получателем статуса Евросоюза, а Грузию как бы отвергли и сказали, что вы сначала выполните вот это, потом мы пересмотрим. Как это произошло, и как вы считаете, насколько это отразилось потом на Грузию? Вы знаете, дело в том, что, ну, мне так кажется, что как раз сегодня политическая политическая власть Грузии, она сосредоточена у одного человека в руках. И это фамилия этого человека, господин Иванишвейда. Вы знаете, если вы читали, то мы знаем с вами, что нам сегодня, Украина, идет по сокращенному пути вступления в Евросоюз. И не буду вам лукавить, я, конечно, тоже переживаю, я хотел бы, чтобы и Грузия вступила также в Евросоюз. Ну, я хочу напомнить, Нукзар, если вы посмотрите, я вот постоянно читаю европейские СМИ, постоянно отслеживаю пребывание грузин в Европе. Ну, к сожалению, она оставляет жилок лучшего. Очень огромное количество, и даже стоял вопрос буквально, наверное, полгода назад о том, чтобы запретить, отобрать, отозвать, точнее, безвязовый режим Грузии. То есть мы с вами видим, что отношения, понимаете, невозможно сегодня прийти и сказать, вот мы грузины хорошие, или мы украинцы хорошие, возьмите нас. Есть идеология в Европе, есть на чем основано, это же не СССР, что мы захотели и нас туда взяли. Есть алгоритм вступления в Евросоюз. И когда, между прочим, Украина голосовала закон по деолигархизации, все здесь стали, знаете, в позе и начали рассказывать, нет, этого делать не надо, это ничего не принесет и так далее. Есть условия, а мы принимаем эти условия, и мы живем по условиям, и мы вступаем в Евросоюз, а просто вы на это не рассчитываете. И мне очень жаль, когда из Ариш... Я не скажу сейчас, что только грузины в Евросоюзе нарушают закон. Нет. Но, к моему большому сожалению, то, если статистику смотреть, то они находятся чуть не на первом месте. Вот к чему я веду. То есть я считаю, что менталитет ты должен оправдывать. Мне, знаете, я украинец грузинского происхождения, но меня все равно болит за Грузию. Я очень хочу, чтобы страна процветала, оно заслуживает. Оно, ну, понимаете, это безумно красивая страна. Безумно. У меня есть дом, между прочим, я с Хашури, у меня есть дом. Вот я его там после войны там уже практически достроил. Это по наследству бабушка оставила. Я хочу, чтобы в Грузии жили тоже свободные. Во-первых, Грузия свободная страна. Свободолюбивый народ. Поэтому, Нюкзар считает, что если мы стремимся в Евросоюз, то мы должны для этого все сделать. А не просто на телевизоре говорить одно, а на самом деле поступать по-другому. На этом были все токовые новости недели. Оставайтесь с нами и до новых встреч.